Виртуальная реальность Прозревать и бояться всех В друзьях или прохожих на улице нам чудятся зомби, мутанты, психопаты, инопланетные твари Мы расскажем обо всех опасностях электронной вселенной Вы узнаете о самых страшных преступниках, самых кровожадных чудовищах и самых загадочных закоулках по ту сторону монитора Вы поймете, видеоигры — это не игрушка, это отражение человеческой сущности, коварной и жестокой И стоит зазеваться, как виртуальное зло обглодает вас до костей В эфире страшно интересная десятка самых опасных поручений виртуального мира В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно Сейчас виртуальным героям дадут 10 самых опасных поручений Отказаться от них невозможно Выполнить тоже Зато расстаться с жизнью — это запросто Посочувствуйте этим бедным людям На протяжении многих веков загадка Бермудского треугольника будоражила человечество Корабли и самолеты, словно по злому волшебству, пропадали без следа Разгадка оказалась страшнее, чем можно было думать Сквозь Бермудский треугольник несчастные проваливались в другую вселенную Куда древние люди изгнали своих врагов-смотрителей Из-за крушения там же оказался пилот Уилл Он узнал, что инопланетяне готовятся к вторжению на Землю Выжившие в потустороннем мире люди поручили Уиллу опасную и ответственную миссию Сразиться с захватчиками и уничтожить их армию Пилот чудом победил в неравной борьбе и не позволил смотрителям захватить господство Работенка была не из легких, но Уиллу из Dark Void она оказалась по плечу Десятое место Агент СРУ Гайден Тену сам не понял, почему согласился на это задание Только сумасшедший позволил бы закинуть себя прямо в эпицентр страшной эпидемии Превращающей людей в чудовища Ласрия, осколок некогда великой советской империи Превратился в обитель зла, готового вырваться наружу и поглотить мир Кто-то должен был проникнуть в это злачное место, чтобы остановить распространение заразы Выбор пал именно на Гайдена, как лучшего оперативника и специалиста по Восточной Европе Он должен был уничтожить другого агента по имени Виктор, ставшего жертвой инфекции Проникнув в эту прибалтийскую республику, Тенна выполнил свою миссию Но, как оказалось, начальство его использовало, наплевав на жизнь самого агента Гайден, несмотря на сделанную прививку, был поражен вирусом И теперь перед ним стала главная задача Выбраться из этого места, чтобы найти лекарство Задание по проникновению в кишащий мутантами темный сектор Ласрии Из Дарк Сектор, девятое в перечне самых опасных поручений Никто не ожидал от Данте такой наглости и цинизма Прямо во время выступления талантливой красавицы Кайри Он в вихрем ворвался в здание оперы и устроил вакханалию Воспользовавшись эффектом неожиданности Он перебил почти всех святых рыцарей и их предводителя Санктуса И убрался в Освояси Такие бесчеловечные деяния не могли пройти безнаказанных Орден меча поручил Нэру найти мерзавца Чтобы тот предстал пред рыцарским судом и ответил за свои деяния Молодой воин, вооруженный мечом Красная Королева и револьвером Синяя Роза Начал охоту в мрачном городе-замке со странным названием Фортуна Его оружие не отдыхало ни на минуту Ведь многочисленные демонические создания встречались на протяжении всего путешествия В старом замке и пещерах На заснеженных горных вершинах и в тропических джунглях И, наконец, в гигантской ожившей статуе Спасителя Одиссея Нэру в город-призрак Фортуна из Devil May Cry заслужила восьмую позицию в нашем хит-параде Сделаем паузу, чтобы вы смогли отойти от первых впечатлений После рекламы мы вернемся, чтобы насладиться мастерством средневековых ассасинов Узнать, к чему может привести сделка с дьяволом Вы удивитесь везучести и профессионализму агента под прикрытием А также многое другое Не переключайтесь Если бы в реальной жизни давали подобные задания То население Земли сократилось бы на несколько порядков Если бы не вымерло вообще Мы продолжаем обратный отсчет самых опасных поручений виртуального мира Вот к чему может привести излишняя самонадеянность Молодой и чересчур амбициозный ассасин по имени Альтаир Понадеялся однажды на свое мастерство Но не даться ни в силы и коварство противника подставил братство В результате последовавшего нападения тамплиеров на его родной город Масиаф Ни один человек погиб от мечей крестоносцев За поступление трем основным принципам братства обычно следовала смерть Но Альтаиру, одному из лучших убийц во всем братстве ассасинов, дали шанс Чтобы искупить свою вину, ему нужно было расправиться с девятью главными врагами арабского народа Лидерами тамплиеров Задача казалась невыполнимой Не вызывая подозрений, подобраться максимально близко к жертве Постоянно окруженной свитой и телохранителями Незаметно совершить смертельный акт И каким-то образом покинуть это опасное место И лишь расправившись с девятым тамплиером Молодой убийца понял истинные мотивы и цели, преследуемые братством ассасинов Божественная, как представлялась Альтаиру, миссия По уничтожению лидеров крестоносцев из Ассасинскрит Заслуживает седьмое место в когорте самых опасных поручений по ту сторону экрана Для настоящего солдата подчиниться кому-то означает покрыть себя позором Для непокорного спартанца Кратоса легче было умереть Однако даже этому героическому генералу однажды пришлось склониться перед чужой волей Древняя Спарта была в огне Отважный Кратос и его войска отчаянно бились с варварами Но силы были неравны и спартанской армии грозил разгром Тогда Кратос в обмен на победу продал свою душу богу войны Аресу, став его рабом Трудно было представить унижение и ненависть, что испытывал полководец Ведь по воле Ареса Кратосу пришлось совершить самое страшное — убить жену и дочь Обезумевший от горя военачальник тогда принял поручение от бога Афины Добыть ящик Пандоры и с его помощью уничтожить взорвавшегося Ареса, успевшего перессориться со всем Олимпом Ну а когда дерзкий Арес был уничтожен, Кратос занял его место, став еще более жестоким богом Невероятно трудное поручение богини Афины, возложенное на спартанца Кратоса из «God of War» Сегодня восходит на шестую ступень нашего списка На протяжении тысячи лет Спира находилась под гнетом существа по имени Син, который нес разрушение и смерть Согласно легенде, Син, появившийся после того, как город Занаркан был почти полностью уничтожен в ходе войны Олицетворял наказание за человеческое тщеславие Но, к счастью, этот монстр не был бессмертным Его могли одолеть те, кого называли призыватели Юна — молодая девушка-призыватель, чей отец отдал жизнь в борьбе за Спиру Однажды услышал голос, призывающий ее сразиться с ним Сопровождаемая Тидусом и своими телохранителями, она отправилась в опасное путешествие Чтобы, развив призывательские способности, отправиться в Занаркан для смертельного ментального боя с грозным существом Чудом оставшись в живых, они добрались до Занарканда, где их уже ждало чудовище Оно затянуло их в свои недра, рассчитывая без труда расправиться с дерзкими людишками Вот только Син просчитался Тидус вместе с Юной расправился с монстром и навсегда избавил Спиру от гнета Путеводная звезда привела молодую призывательницу из Final Fantasy X на пятую строчку нашего виртуального хит-парада Не секрет, что во все крупные города мира, как мухи на мед, слетаются преступные группировки всех мастей Видя в этих густонаселенных мегаполисах огромный перспектив Вот и столица Испании Барселона не являлась исключением Превратившись в рассадник многочисленных банк Именно в главном городе Пиренейского государства Мила Биюрик, агент под прикрытием Выполнял свое ответственное и опасное задание Под видом наемного водителя, готового представлять мафиозным кланом услуги Он внедрился в преступный мир, чтобы получить информацию о планируемом дерзком ограблении банка Смелости оперативнику было не занимать Его в любой момент могли раскрыть бандиты или подстрелить полицейские, не знающие о задании Но, похоже, Мила Бьюрик родился в рубашке Проникнув в берлогу гангстерского мира, он не только умудрился остаться в живых и получить ответы на вопросы Но также смог убить соблезубого хищника, мастерски натравив друг на друга бандитов Этот успех заслуживает как минимум похвалы Ибо поручение, выполненное дизелеподобным Мила Бьюриком из Уилмен Является одним из самых опасных по ту сторону монитора Четвертое место Через пару минут мы представим вам лидирующую тройку самых опасных поручений игровой вселенной Оставайтесь с нами Когда героям поручают подобные задания, вопрос не стоит, выполнять или нет Провал означает гибель Поэтому приходится всеми возможными способами доводить дело до конца Мы представляем вам три самых опасных поручения по ту сторону монитора Их называли бегущие Небольшая группа людей, ставшая по сути неким орденом подпольных курьеров В сверкающем мегаполисе будущего В котором коррумпированное правительство контролировало все информационные коммуникации Любые попытки передать незаконные сообщения жестоко наказывались Единственным способом переслать запрещенную информацию Было прибегнуть к услугам бегущих Людям необходимо передавать информацию Так, чтобы об этом никто не знал Эти молодые, отчаянные девушки и парни Протестующие против сложившихся порядков С энтузиазмом брались за такие поручения Их маршрут Это крыши небоскребов Пашины, краны и натянутые между домами тросы Постоянно подвергаясь риску сорваться вниз или быть пойманным стражами правопорядка Курьеры преодолевали километры пути, чтобы доставить корреспонденцию Никакие опасности или страх не могли их остановить Ведь таким образом они выражали протест общественному строю Крайне небезопасная курьерская работа бегущих из Mirror's Edge Открывает тройку самых опасных поручений игровой вселенной Это была давняя вражда Два непримиримых врага Два сына Биг Босса Два Снейка, Солид и Ликвид Воплощение светлого и темного Добра и зла Время от времени судьба сводила их друг с другом Когда оба соперника сходились в бою Но сколько бы раз соперники не пытались выяснить отношения Они все никак не могли поставить точку в своем противостоянии Когда в 2014 году к заметно постаревшему Солиду Обратился его бывший командир Рой Кэмпбелл С заданием уничтожить оселота, в которого вселился дух Ликвида Стало ясно, что близка развязка Напичканный нано-машинами Вооруженный до зубов Олд Снейк напал на след своего кровного оппонента Миллионы наемных солдат Обеспечивающие его безопасность Казались неприступной стеной Которую невозможно преодолеть Но опытный ветеран, благодаря помощи коллег Смог добраться до логового зверя Атомного крейсера Аутер Кэмпелл Именно на его верхней палубе состоялся смертельный бой двух врагов В котором победил Олд Снейк Ознаменовав торжество добра Нечеловечески сложное задание по уничтожению Солида Снейка В Metal Gear Solid 4 Становится вице-чемпионом Какое же задание оказалось самым опасным? Об этом вы узнаете после того Как мы вновь вспомним Какие еще поручения давались в виртуальном мире Десятку открывает пилот Уилл из Dark Void Проявивший невиданную отвагу в борьбе со смотрителями На девятом месте агент СРУ Гайден Тено из Dark Sector Который, несмотря на заражение, продолжил выполнять миссию Белокурый Неру из Devil May Cry Своим мечом Красная Королева и револьвером Синяя Роза Прорубает дорогу к восьмой позиции нашего чарта Седьмое место в списке самых опасных поручений Занимает задание по уничтожению девяти предводителей-крестоносцев Хладнокровно выполненное Альтаиром из Assassin's Creed Невероятно трудное поручение богини Афины Возложенное на спартанца Кратоса из God of War Сегодня восходит на шестую ступень Пятерку открывает спасение Спиры И освобождение ее от гнета Сина из Final Fantasy X Агент под прикрытием Мила Бьюрик из Уиллмен Работавший под самым носом испанской мафии И чудом оставшийся в живых На четвертом месте нашего хит-парада Бронзовая медаль достается крайне небезопасной курьерской работе бегущих из Mirror's Edge Вице-чемпионом сегодня становится нечеловечески сложное задание По уничтожению Деснейка из Metal Gear Solid 4 А теперь представляем вам сегодняшнего лидера Обычное задание Прибыть на космический корабль из Шимура Помочь восстановить связь Все это стало для команды ремонтного челнока Келлион настоящим проклятием Так это и есть и Шимура? USG и Шимура Класс планетарный потрошитель Исаак Ларк со своими коллегами Едва не погибнув при стыковке Попали буквально в космический акт Потрошитель планет По иронии судьбы Сам выпотрошенный Кишел некроморфами Мерзкими существами Неизвестного, но явно инопланетного происхождения Все, что мог сделать ремонтник Попытаться восстановить работу Полуразрушенного корабля Только тогда появлялся призрачный шанс Спасти себя, своих коллег И немногочисленных выживших Членов экипажа многострадального Ишимура Прорубая своим лазерным шахтерским резаком Дорогу через толпы некроморфной плоти Он шаг за шагом приближался к цели Но когда Кларку уже почти удалось сделать невозможное Кендра, технический эксперт Скелиона Открыв глаза на истинную природу происходящих событий Оставила его погибать на богом забытом судне Обычная ремонтная миссия Превратившаяся в практически обреченную на провал Спасательную операцию из Dead Space Оказывается самым опасным поручением виртуального мира Только что при вас виртуальным героям Дали 10 чрезвычайно опасных, практически невыполнимых заданий Но даже в случае успешного их выполнения Цифровая вселенная не станет чище и человечнее Напротив, игровое зло будет продолжать расползаться пугающими темпами И если вы пережили шокирующие последствия этого То мы продолжим в следующих выпусках Рассказывать обо всех самых мрачных проявлениях виртуального мира И вам снова будет страшно и интересно Субтитры создавал DimaTorzok